Продолжаем нашу работу на полях форума Казань Диджетелвик. У нас в гостях Нияз Халиуллин, генеральный директор Республиканского информационно-вычислительного центра Инсельхозпроды Республики Татарстан. Здравствуйте, Нияз. Здравствуйте. Рад вас видеть. Взаимно. Расскажите, пожалуйста, какие решения сегодня Рифт представляет в области сельского хозяйства, что у нас цифровизовали за последний год? Ну, мы каждый год хотим удивить всех наших клиентов, наших аграриев, и сегодня у нас представлены решения, которые находятся в авангарде, тех решений, которые внедряются в республики. Республика находится, в принципе, в авангарде. В принципе, в стране, да. И, соответственно, те решения, которые мы представляем на стенде, они в авангарде в России. Про что речь? Речь про искусственный интеллект в животноводстве. В животноводстве. Да. Дальше мы планируем строить сеть метеостанций с одним из наших партнеров, который позволит решить проблемы агрария в части страхования, в части рекомендаций по технологическим окнам. Технологические окна имеется в виду обработка послевов? Нет, я вам простой пример приведу. То есть, например, внесение удобрений, точнее, удобрения работают максимально эффективно тогда, когда есть благоприятные условия для их работы. И они не работают вообще, когда условия неблагоприятные. Нужно поймать зону золотого. Конечно. Это один из моментов. То же самое по химии, по внесению СЗР. То есть, это затраты большие на текущий момент. И если выносить удобрения СЗР, сеять неправильные окна, то есть, получается, эффективность ниже. А почему нельзя ориентироваться на прогнозы гидромедцентра? Можно ориентироваться. Ну, вы понимаете, к примеру, я вам такой пример приведу. В части вредителей. Они же не появляются здесь сейчас. Прогноз Росгидромедцентра у нас, он как бы на сегодня правильный, на завтра более-менее правильный, на послезавтра еще хуже правильный и так далее. На завтра мы узнаем и послезавтра. А когда появляется у нас вредитель? Когда благоприятные условия созревания яиц этих вредителей, они не появятся сегодня, они не появятся через неделю, они появятся через две недели. И на текущий момент нет ни одного решения, которое позволяет предсказать, что через две недели очень сильно вероятно будут развиваться саранча, например. Яйца, потому что развивают, они входят в период, когда... Вот ей хорошо. Да, ей хорошо. И аграрий, ориентируясь на прогнозы Росгидромед, ну и что, он ему ничего не даст в данном случае, да? А если мы дадим инструментарий аграрий, когда он сможет... Уважаемые гости, участники международного форма отказания. Когда он сможет понимать, что через две недели у него саранча условно появится, заранее закупим химию и обработает, да, то есть заблаговременно. Вот, это один из примеров, их много на самом деле. Так, это СУЗР, удобрение. Также, возвращаясь к решениям, то есть у нас представлены решения, которые разрабатывают в Республике Татарстан, аппаратные части, программные продукты, аналоги которых в основном импорт, российских аналогов нет. То есть... Да, импортозамещающие решения, у нас сейчас сложилась такая ситуация в Республике, то что у нас очень много стартапов, даже они не стартапы, это реально работающие компании, стартапы, это все-таки не работающая компания, это больше идейная история. Вот, они маленькие, то есть компания, они еще маленькие, но они уже предлагают рынку решение лучше иногда, чем импортные. Просто о них никто не знает? О них никто не знает, и мы помогаем их за счет выставки вывести, рассказать, вывести на рынок. Да, у вас же всегда интегративный стенд, там всегда кто-то еще есть. А вот этим компаниям дать возможность протестировать, получить обратную связь и так далее. Показать. Да, да. В части государственной информационной системы, ну, у нас, к сожалению, не было два года финансирования, поэтому у нас без заменений, то есть нас там удивить нечему. Вот, мы отстаем на текущий момент от федерального центра, то есть если там в 21-м году у нас был большой задел сделан, то на текущий момент у нас его не осталось, и те денежные вливания, которые у нас есть, развитие государственной системы, можно их приравнять к нулю. И те деньги, которые есть у федерального центра, их можно приравнять примерно к 2 миллиардам в год. Вот. Ну, мы просто не успеваем, и федеральные системы, они обгоняют республиканских. В итоге получается такая ситуация, то есть вроде регион изначально вышел в лидеры, потом все эти решения, как идеи, позаимствованы были федеральным центром за счет денежных вливаний, то есть федеральный центр... Развивает кто-то другой. Да, 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 намного быстрее причем. Вот. Причины финансов всего лишь. Вот, как бы, ну, то, что мы представляем, текущую. А в животноводстве какие решения вы представляете? У вас весь представлено сегодня? У нас практически все представлено в части животноводства, кроме метеостанций. Вот. Метеостанций — это больше растеневоческая история, да. А все остальные решения — это животноводство. Система контроля стада. Вчера первый замминистра сельского хозяйства рассказывал про интересные решения на основе искусственного интеллекта, который замечает, что корова начала хромать раньше, чем замечает этот человек. Да, да, это реально так. Я сам, как бы, будучи погруженным в эту тематику, не верил в то, что там искусственного интеллекта, он где-то что-то далеко, я не буду даже про это говорить. А сейчас, как бы, мир настолько быстро поменялся, что мы сами внедряем решения на базе искусственного интеллекта. И не только хромота, хромота, охота, контроль регламентов, да и не идентификация животных, контроль кормового стола. То есть мы не просто, как бы, интересные кейсы, да, какие-то опытные. Мы реально внедряем их. То есть все, что у вас там представлено, оно уже готово к разработке? К работе. Оно работает. Уже работает. Куда дальше будем двигаться? Что еще интересного? Вот вы говорите, что искусственный интеллект к нам сейчас гораздо ближе, чем нам казалось, да? А что еще интересного на его основе может появиться в ближайшие годы на наших полях, у наших первых? В ближайшие годы вы имеете в виду сколько лет? Ну, просто у всех, кто... Ну, давайте возьмем горизонт пять лет. Хорошо. Я немножко погружен в риторику и задачи, которые ставит перед нами правительство Республики Торстан. Честно, отдаю должное. Таким задачам похвально. Я даже не мог про это вслух говорить. Тут спускается задача. Задача — это как бы чтобы государственные системы, государственные органы власти максимально использовали искусственный интеллект. То есть я вижу как... Ну, горизонт 2030, 2030. Я вижу, что наша государственная информационная система — это помощник министру по следующим вопросам. То есть это гибкие меры господдержки, как бы проактивные на основании данных. Это аналитика быстрая. Да, то есть вот как мы сейчас уже постоянно пользуемся, как будет GPT. Да, да, да. То есть сейчас там 4. Вот. И чтобы это все работало, то есть чтобы министерство работало, основываясь на рекомендации искусственного интеллекта, нужны данные. Вот. А про данные... Наша система сейчас, государственная информационная система, она именно про данные. То есть... Собирает массив данных, чтобы потом на них обучать не рассеять. Его пока мало, на самом деле. Ну, как бы количество показателей недостаточно на текущий момент. Но я думаю, как раз мы сейчас прорабатываем стратегию развития, и в том числе финансирование до 2030 года, для того, чтобы сделать министерство, основанное на искусственном интеллекте. И тогда будет всем хорошо. То есть и аграрий сможет, делясь данными искусственным интеллектом, в данном случае уже, претендовать на какие-то меры господдержки, которые, опять же, рекомендуют искусственный интеллект. И нам не нужно будет такой госаппарат. То есть столько людей нам реально будет не нужно. Вот сейчас, наверное, коллеги ваши в Минсельхозпродисе напряглись некоторые. Я думаю, нет. Ну, как бы, давайте... Всем найдется работа? Давайте смотреть правде в глаза. Как бы, на госслужбе зарплаты очень маленькие. Это правда. И сейчас проблема другая. На эти зарплаты людей найти невозможно. Ну, толковых людей найти невозможно. Либо очень сложно, либо это совсем должен быть альтруист. Ну, это подвижник должен быть. Да, либо толковый какой-то молодой специалист. Зарплаты реально очень маленькие. И мы все видим, насколько сильно выросли... Вырос уровень оплаты труда на рынке труда. И насколько сильно выросли затраты у людей, да? И... А государственное управление, оно немножко инертное. И вот эти все изменения, они приходят позже. Ну, да. Причем сильно позже. Так вот, и мы, получается, так, что не то, что людей убираем, мы решаем проблему нехватки этих цитокадров. Вот. То есть тут от обратного нужно идти. И мы не... Мы, получается, не вопреки делаем, а благодаря. Ага. Вот благодаря, ну, за то, что у нас проблемы это есть. То есть таким образом искусственный интеллект нам поможет в будущем не раздувать дальше бюрократический аппарат, а принимать решения, основанные на данных, а не на интуиции? Да. Это я так вижу. Можно даже, я порекомендую книжку. Я вот сейчас ее читаю, не дочитал до конца еще. Искусственный интеллект 2041. Написано учеными, написано людьми, которые непосредственно работают интеллектом, которые были, скажем так, на стадии зарождения чата GPT в том числе. И они рассказывают, там, есть историй, как будет выглядеть будущее в 2041 году и где будет применим искусственный интеллект. Эта книжка очень хороша тем, что мы можем взаимствовать оттуда идеи и примерно, как бы, спроецировать эти идеи на текущую реальность и понять, куда мы сможем реально прийти. Очень интересно и, в принципе, звучит более чем реально. Она не звучит как фантастика сейчас. Спасибо вам большое, обязательно почитаем. Желаем вам успехов и на полях форума, и до 2030 года, чтобы все у нас росло, колосилось. И спасибо. Вам спасибо.